Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 5 июня. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел смотр спасательных служб. Чем привлекает иностранцев Краснодарский край. Итоги пятой международной конференции подвели в Анапе. Что, где, когда анапчане разыграли кубок главы города-курорта. Они снова the best. Ансамбль казачьей песни «Соловейка» стал лучшим на международном детском фестивале в Турции. Уже в эту субботу Анапа откроет курортный сезон. Тысячи россиян приедут к нам на отдых. Главная задача – обеспечить их безопасность. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел сегодня смотр анапских служб спасения. Насколько готовы спасатели к летней вахте? Хватает ли сил и средств? Для осмотра филиал Кубань-Спас, Муниципальная служба спасения и ГИМС организовали выставку спецтранспорта. Подробнее об арсенале спасателей и о личном составе службы в материале нашего корреспондента. По строению на плацу громогласное приветствие начальника. Все как всегда. Утро у анапских спасателей началось с личного знакомства с мэром Анапы Сергеем Сергеевым. Игорь Филимонов провел экскурсию по территории спасательного комплекса. Здесь три службы – Кубань-Спас, Муниципальная служба спасения и ГИМС, Госинспекция по маломерным судам. В службах спасения 72 сотрудника. Спасатели 1, 2 и 3 класса международной категории требуют знания хотя бы одного иностранного языка – английский, немецкий, французский или испанский. На вооружении спасателей 10 единиц спецтехники, 2 квадроцикла, трактор и 8 плавсредств. Все машины укомплектованы аварийно-спасательными средствами. На воде, по песку и в труднопроходимых зонах спецтехника спасателей – мобильно. Мы столкнулись с серьезной проблемой. Это наши утрижеские леса, в арваре на щель утрижеские леса. Для работ именно в горной лесистой местности мы сделали такой комплект оборудования, потому что ждать вертолет, когда прилетит – это очень дорогостоящая работа. Для локальных пожаров, да? Да. В прошлом году 300 выездов. В этом спасатели выезжали на тушение 600 раз. Свернутые на стеллажах компактные палатки лагеря – целый городок в экстремальных условиях. С ними спасатели ездили в Крымск прошлым летом. Отработали практику, закрепили теорию и доказали – готовы к ЧУЭС. На занятия к спасателям-курсантам зашел мэр Анапы Сергей Сергеев и высоко оценил работу спасателей. Всего состава – Анапские службы спасения к сезону готовы. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов и Игорь Куршаков. Анапа. Регион. К другим темам. Развитие и продвижение курорта. Главная тема пятой международной научно-практической конференции. Чем привлекательны курорты Краснодарского края для иностранцев? И как сделать отдых еще лучше? Море, горы, уникальный климат и высокий уровень обслуживания. Анапа привлекала гостей в советское время, закрепив за собой звание детского курорта. Сегодня Анапа – курорт международного значения. Здесь есть что посмотреть, есть на что посмотреть. Потому что уровень тех мероприятий, которыми насыщена культурная жизнь Анапы, особенно в летнее время, очень высокий. Поэтому недаром Анапу называют фестивальной гаванью России. 47 километров теринкуров специально рассчиты на маршрут для пеших прогулок на высоком берегу. Неспецифические медицинские методы лечения и восстановления не уступают в эффективности традиционной медицине. Климатолечение, грязи, больная терапия, псамотерапия, лечение раскаленным песком. Так лечились еще древние египтяне и греки, анапчане, переняли опыт. Но на этом не остановились. Наша основная задача стоит расширить рамки курортного сезона за счет потенциала нашей территории. Все из вас знают, что уже три раза Всемирная ассоциация водолечения, ФИМТЭК, признавала Анапу лучшим природно-климатическим местом именно курортным в мире. По статистике 20% туристов привлекает стоимость путевок. 17% едут в курортные города, отдохнут на море. 14% отдыхающих оценивают сервис и медицинское обслуживание. Ученые пришли к выводу на российских курортах, пока сохраняется наследие советского периода, хромает соотношение цена-качество. Если мы проанализируем, куда же приезжают больше всего в Краснодарском крае гостей, то традиционно это город Сочи, это Анапа, Гележик и Туапсинский район. Если посмотреть на слайде, какие же наиболее предпочтительными для населения крупных городов России являются виды отдыха. Мы говорим о медицинском туризме, тем не менее, в нашей стране это пляжный туризм, который составляет 33%. Это культурно-познавательный туризм 30%, лечебно-оздоровительный туризм 12%, спортивный туризм, образовательный. Ну и остальное, вы видите, там немножко сельского туризма, немножко делового туризма и так далее. Каждый год на российские курорты приезжают до 21 миллиона иностранцев, и только 15% из них – туристы. Цель пятой международной конференции – решить, как повысить привлекательность курортов Кубани и, в частности, Анапы. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. В Центре культуры Родина прошел суперфинал интеллектуальной игры «Что, где, когда» на кубок мэра Анапы. В интеллектуальной игре соревновались команды школьников, студентов и работающей молодежи. Все команды – победители и призеры предыдущих турниров. Кто оказался самым умным в финале, расскажет Алина Гумерова. Игра «Что, где, когда» очень быстро стала настолько популярной, что кроме оригинальной телевизионной версии появилась спортивная. Сейчас в «Что, где, когда» играют все – от школьников до маститых профессоров во всей России. Не отстает и Анапа. Специалисты молодежного центра 21 век организовали и провели серию весенних игр. В проведении этого мероприятия помогли участники молодежной организации «Молодая гвардия». В суперфинале участвовали шесть команд, три тура, в каждом из которых по 10 вопросов. Чтобы стать победителем игры, надо дать правильный ответ на большее число вопросов. Поэтому каждый из них тщательно обсуждается. Рассматриваются все варианты ответов. Игра проходит достаточно напряженно. И это сказывается на игроках, несмотря на то, что в суперфинале играют опытные команды. Как признались ребята, играют с удовольствием. Данная игра развивает в человеке самые лучшие качества. Это смекалка и сообразительность. То есть за одну минуту нам нужно успеть вспомнить все, что мы только знали. И вычленить самое интересное, самое лучшее, на наш взгляд. Интуицию, умение быстро соображать и думать в разных направлениях. То есть даже самая бредовая идея, к которой может прийти, она может оказаться правильной. Это очень интересно. Все участники проявили хорошие знания и смекалку. Исход битвы интеллектуалов оказался таков. Третье место заняла команда имени Федора Конюхова, студента Анапского филиала РГСУ. Учащиеся университетом имени Шолохова Кукрыникса на втором месте. Правильно ответили на 22 вопроса лучшие знатоки сезона, представители рабочей молодежи, игроки команды «Улыбка». Имя достался переходящий кубок главы города-курорта Анапа. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа-регион. Продолжаем выпуск новостями культуры. Ансамбль казачьей песни «Соловейка» вернулся с гастролей из Стамбула. В международном детском фестивале участвовали 10 стран мира. Россию представлял анапский коллектив. Соловейки стали лучшими и получили специальный диплом организаторов фестиваля. Юные артисты поделились впечатлениями о поездке с нашим корреспондентом Светланой Авиловой. Эту песню о мире и дружбе на турецком языке участница ансамбля «Соловейка» Настя Брюханова и другие анапские соловушки пели вместе с юными артистами из 10 стран мира на международном фестивале в Турции. К поездке соловейки тщательно готовились, ведь им выпала почетная миссия – представлять Россию, отмечает руководитель ансамбля Ирина Базель. Коллектив с легкостью преодолел отборочный тур и прошел на гала-концерт, где и стал лучшим. Диплом с английскими словами «The Best» казачатам вручил мэр Стамбула. Целую неделю ребята посещали турецкий колледж, который был закреплен за группой из России, и восхищались красотой Стамбула – города с древнейшей историей, известного под разными именами. Для славян это царь-град, для всего мира – бывший Константинополь, оплот Римской империи. По словам анапчан, город привлек своей уникальной культурой, где азиатские достопримечательности соседствуют с европейским комфортом отелей. Но ребята жили не в гостинице, а в специально подобранных семьях. Турецкие мамы и папы стали для славеек на время гастрольной поездки родителями. В той семье, где я жила, маму звали Бельгин, папу звали Азиз, а нашу сестру, мою ровесницу, звали Айча. Юные артисты узнали о турецких традициях, обычаях, оценили кулинарный стиль местных жителей. Мы больше слов говорили на английском, они тоже понимали на английском. Мы говорили, мы хотим кушать, I'm hungry. Еще нам выдали бумажечки, там было по-турецки написано, и мы им показывали, и они нам давали все. Покушать это у нас было самое смешное. А на пчане привезли в подарок детишкам, проживающим в Турции, русских матрешек. Турецкие мамы и папы в знак благодарности устраивали чуть ли не каждый день ребятам из России экскурсии и шоппинг. Возили нас в разные торговые центры, очень большие, там нам покупали. Мы только достаем деньги, они говорят, no money, все сами нам покупают. Мы только возьмем, нас отбирали, вели примерочную и сразу все покупали. Вот это красное платье – тоже подарок турецких почитателей таланта юных артистов. А ведь сначала артители Соловеек побаивались отпускать их на гастроли в Турцию. Бабушка Настя Вера Владимировна Павелко даже написала стихи по этому поводу. Расчесала кудрявые волосы, заплетаю в тугую косу, мысли черные, белые полосы, уберечь как девичью красу. Вот когда Настю собирали в Турцию, мы очень волновались, волновались все родители, конечно, многие даже отказались ехать. Но мы подумали, ну, все удачно сложится, мы надеялись на нашего педагога Ирину Эдуардовну. И надежды оправдались, домой вернулись с победой. Фотографии замечательные получились. А впечатления, конечно, до сих пор. Разговариваем до сих пор, спрашиваем, что-то новое вспоминается там. Ребята признаются, приятно переживать мгновение подлинного вдохновения и признание публики. Фестивали и конкурсы – это праздники, заслуженные награды и возможность приобрести новых друзей. А еще яркие впечатления и приключения. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Игорь Кушаков, Анапа-регион. Спортивные новости. В курортном поселке Витязево открыли международный баскетбольный марафон «Витязево-2013». В рамках фестиваля проходят два турнира по баскетболу среди юношеских команд, а также соревнования в личном зачете. В фестивале традиционно принимает участие команда городов России и СНГ. В фестивале принимает участие команда городов России и СНГ. Поэтому турнир давно приобрел формат международного спортивного мероприятия. Для проведения игр поселок Витязево был выбран не случайно. Здесь, в Витязево, очень комфортные условия. Дети приехали не только поучаствовать в турнире, а и, конечно же, отдохнуть на море, позагорать. И, естественно, очень приятное впечатление у них и о базе Витязево, и о самом фестивале, и об отдыхе здесь. Турниры будут продолжаться до 9 июня. На церемонии награждения победителей лучшие команды получат медали, кубки и грамоты. Также всем баскетболистам будут вручены памятные призы с логотипом фестиваля. На сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погода на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваше желание. В четверг, 6 июня в Анапе будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха днем плюс 19-21, ночью до 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok